Дорогие друзья! Мухаммад Садиq, Мухаммад Юсуф, рахимахуллах, был великим деятелем и одним из крупнейших исламских богословов нашей эпохи. Как вы знаете, он был муфтием, председателем Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана, народным депутатом Верховного Совета СССР, первым муфтием независимого Узбекистана, членом множества авторитетных международных исламских научных организаций, духовным предводителем народов Маора-он-Нахра, наставником для многих ученых богословов нашего времени. Всю свою жизнь, шейх Мухаммад Садиq, Мухаммад Юсуф, рахимахуллах, посвятил исламу и распространению подлинно чистого исламского учения. Написанные им более ста книг, как и сама религия ислам, охватывают и разъясняют практически все основные сферы жизнедеятельности человека. Большинство его трудов переводится на разные языки и, в частности, на русский язык. Дорогие друзья, Хазрат оставил после себя много учеников. Главным продолжателем его дела и его учеником является его сын, шейх Исмаил Мухаммад Садиq. Слава предоставляет с шейху Исмаил Мухаммад Садиq, хафизаху Аллах. Бесмиллахи ррахман и ррахим. Альхамду лиллати раббил аламин. Вас салату вас саламу а аля хайр халкихи Мухаммад. А аля алихи и асхабихи Аджмаин. Ва Аллахумма шрахли садри и ясирли амри. Вахлю л-укдата милли сани и афгаху кавли. Ассаламу алейкум у рахматуллахи ва баракату. Уважаемые учителя, уважаемые гости, дорогие братья и сестры, Добро пожаловать на наше радостное торжество, связанное с презентацией очередных книг Почтенного Шейха Мухаммад Садыка Мухаммад Юсуфа, рахима Аллах. Речь пойдет о книгах на русском языке. Дорогие друзья, сегодня мы представляем вашему вниманию сразу несколько томов известного многотомника Тафсир Хилал, а также долгожданную книгу «Счастливая семья». Волею Всевышнего настало время, чтобы эти произведения увидели свет. Аль-Хамду лиллах. С особенностями перевода и подготовки упомянутых произведений к изданию далее вас ознакомят наши переводчики и редакторы. Мне же разрешите сейчас сказать несколько слов о деятельности и трудах моего отца и наставника. Автора этих книг – Шейха Мухаммад Садыка Мухаммад Юсуфа, рахима Аллах. А также о том, почему мы переводим его труды на разные языки, в частности на русский. Сначала о деятельности и трудах хазрата. Наш хазрат всегда желал и стремился к тому, чтобы мусульмане хорошо знали основы своей религии. Чтобы они обретали знания, следовали Курану, Божественному руководству от Всевышнего, обрели счастье в обеих мирах. Как выдающийся ученый, как постоянный член и соучредитель ряда авторитетных мусульманских организаций мира, он посвятил всю свою сознательную жизнь делу просвещения мусульман всего мира. Величайшей заслугой хазрата перед Исламом и Родиной является то, что он написал множество своих фундаментальных и энциклопедических научных книг, которые издаются по сей день и которыми пользуются миллионы читателей, в том числе и пользователи электронных ресурсов. Его книги можно описать вкратце следующим образом. Во-первых, они направлены на представление исламской религии в подлинном ее свете. Сведения в них приведены достоверно, с соблюдением Аманата в передаче знаний о религии. Во-вторых, они написаны в духе высотыности, принципа умеренности в исламе. В-третьих, в его книгах исламские понятия изложены с объективными пояснениями, доступными и несложными комментариями, рассчитанными на самого широкого круга читателей. А это указывает на то, что его книги свободны от предвзятостей, от предпосылок, которые могли бы привести к противоречиям и разногласиям. В-четвертых, книги автора написаны в духе их соответствия мазхабу ахли суннаву аль-джама'а. В-пятых, описываемое в книге «Хазраты. Отношения ислама к иным вероисповеданиям» отражает истинное лицо мусульманства. Эти книги пропитаны духом толерантности, терпимости. На титульном листе каждого экземпляра его книг цитируется девиз, который он провозгласил и посвятил все свои усилия практическому его внедрению в жизнь мусульман большого региона. Стремиться к чистому вероучению и подлинному чистому исламу на основе единства вероубеждения признанных мазхабов фикха, объединенных в единый убежденческий мазхаб ахли суннаву аль-джама'а, изучать Кур'ан и сунну, последовать им, распространять исламское просвещение, дух терпимости и братства, следовать великим праведным предкам, ликвидировать религиозную безграмотность, положить конец разногласиям и раскольничеству, устранить фанатизм, вредоносные новшества в религии и суверии. Жизнедеятельность Хазрата была весьма продуктивной и барракатной. За короткий период он написал более ста ценнейших книг, которые раскрывают сущность ислама в ее подлинном свете. Его труды подкреплены современными научными доказательствами и примерами из жизни, что делает получение этих книг легко применимыми на практике. Теперь о том, почему мы переводим труды Хазрата на русский язык. Наш регион окружает огромную территорию стран СНГ, на которой почти все мусульмане свободно говорят на русском языке, понимают этот язык, свободно читают русскую литературу. Мусульмане этого большого региона являются приверженцами единой исламской школы. Хазрат, как один из предводителей мусульман этой территории, считал своим долгом разъяснить людям основы ислама, довести до них правильное толкование исламского вероучения, чтобы у мусульман была возможность получать достоверные знания. Возникает вопрос, почему именно книги Хазрата? Потому что автор родился и вырос здесь, на территории СНГ. Он жил в этой среде и хорошо знал все особенности быта, менталитета, обычаев местных мусульман, и поэтому хорошо знал суть наших проблем. И, к тому же, он отличается от многих авторов переведенных книг, которые являются в основном филологами, не умеющими отношения к религии, Хазрат являлся подлинно исламским алимом, то есть религиозным ученым. Его книги были написаны, исходя из условий и требований нашего большого региона и нашего времени. Поэтому и было нужно переводить его книги на русский язык. Помимо такой объективной необходимости, были и субъективные причины. В тех 90-х годах с просьбами о переводе книг Хазрата на русский язык к нему обращались авторитетные улемы богословов, а также специалисты по духовным вопросам. Обоснованные просьбы о переводе поступали и от политиков, дипломатов, специалистов различных регионов стран СНГ. Многие отмечали, что в России и в других странах СНГ в основном переводятся и широко распространяются книги приверженцев различных исламских течений, противоречащие умеренному исламу. Среди тех, кто читает эти книги, происходят недоразумения, возникают разногласия. По этой причине, чтобы исправить положение, нужно было издавать переводы книг Хазрата. Следует отметить, что потребность в переводе произведения Хазрата появилась уже с изданием первых его книг на узбекском языке. Первые Хазрат и его соратники взялись за перевод смыслов Священного Курана на русский язык в 90-х годах прошедшего века. Это был перевод Тафсир Хилал, охватывающий 29-ю и 30-ю часть Курана. Эти части были изданы в виде двух томов. Их прочитали многие и одобрили такое начало. Тогда у нас еще не было возможности, чтобы удовлетворять потребности большого региона за пределами нашей страны и издавать книги на других языках. Когда мы уже наладили издание и распространение наших книг на узбекском языке, появилась возможность уделять внимание и переводам на других языках. Стали поступать сообщения, что на местах некоторые книги Шеха уже самостоятельно переведены на азербайджанский, казахский, киргизский, кумыкский, таджикский, туркменский, татарский и русский языки. Многие предварительно получали личное согласие Хазрата. Постепенно у нас была создана группа переводчиков и редакторов, которые возглавил сам Хазрат, начали издаваться его книги на русском языке. Распространение на территории России и стран СНГ подлинно исламских книг, нацеленных на поднятие уровня знаний и устранение разноклассия, по воле Аллаха должно было служить укреплению религии ислам в целом, умножению числа ее последователей, единству и солидарности этих последователей. Помогать также встать на правильный путь тем, кто в силу своих недостаточных знаний отклонился от высотыйного пути ислама. Практика показала, что уже первые русские издания показали эффективность добрых начинаний Хазрата. Это признают многие. Сегодня мы благодарим Всевышнего еще за то, что почтение к памяти выдающего ученого и деятеля шейха Мухаммад Садыха Мухаммад Юсуфа, уважание к его заслугам высказывается на государственном уровне. По инициативе президента Узбекистана, уважаемого шагата Мирамоновича Мирзиоева в Ташкенте, здесь, рядом с нами, ускоренными темпами возводится комплекс мечети с центром просвещения, который будет носить имя шейха Мухаммада Садыха Мухаммада Юсуфа. В свою жизнь нас Хазрат посвятил призыву к истинной религии Всевышнего Аллаха, следованию по пути посланника Мухаммада Мустафа, просвещению мусульман, распространению знаний, воспитанию молодежи, укреплению общества. Дело Хазрата продолжается. Дорогие друзья, сегодня я представляю вашему вниманию сразу 6 томов 10-томника Тафсир-Хилал, а также весьма актуальную в наши дни книгу «Счастливая семья». Мы просим ваших молитв за то, чтобы эти книги были полезными для исламской уммы и за то, чтобы слабо за них достигали нашего наставника, шейха Мухаммада Садыха Мухаммада Юсуфа. Субтитры создавал DimaTorzok